Здравствуйте, уважаемые друзья! В одном из фильмов я вам показывал изготовление вот такого вот малька. Учитывая то, что не всегда желательно, чтобы мы ловили в толще воды, я хочу по вашей просьбе и по тем вопросам, которые вы мне задавали, изготовить сейчас аналогичную модель, но он будет суспендер. Плавать будет, как говорится, в толще воды приблизительно от 0,3 метров до 0,1 метра. Все зависит от того, какую вы выполните огрузку. Давайте приступим. Крючок я беру вот такой фирмы. Это не реклама, просто более подходящий, стримерный. И нам необходимо вот буквально среднюю часть огрузить свинцом. Приблизительно вот такого количества свинца, это 2,5 грамма, будет достаточно при использовании... Ну, пенку мы еще с вами вот подгоним по толщине. Будет достаточно для того, чтобы наш стример шел в предповерхностной пленке. И как обычно, берем теперь, закрепили нить. Нить желательно использовать белую, так как при намокании, чтобы не проявлялся наш свинец. Слегка я промазал клеем. Дохожу до начала загиба. И здесь, как всегда, начинаем крепить те же элементы, которые мы крепили. За исключением только лишь одного. Я беру щепотку, уже значительно больше нашего люрекса. Складываю его вот так пополам. Приблизительно вымеряю длину хвостика, который мы потом с вами разрежем. Очень-очень пышный должен быть хвостик. По длине приблизительно равен у нас длине нашего тела. Закрепили. Как в прошлом варианте, оставляем все материалы здесь, у хвостика, так как тело будем обматывать нашим люрексом. Закрепили. Теперь берем нашу красную нить. Так как мы будем с вами изготавливать и крепить здесь элементы красной нитью. Но для того, чтобы все закрепить эти элементы, мы сейчас с вами должны взять нитью и сделать коническое тело, придать форму нашему стримеру. Любой дополнительной белой нитью. И вот мы подготовили такое веретенообразное тело. Я сразу закрепил кусочек монофила флюоресцентного, для того, чтобы можно было потом закрепить мне хорошо мою пенку. Теперь нам остается только лишь слегка промазать клеем и изготовить тело. Изготовили вот такое тело. И сверху я закрепил вот такой формы пенку. Теперь, слегка промазав сверху свое тело, мы должны с вами уложить аккуратненько вот так пенку и подхватить ее в районе головки, так чтобы у нас, вот приблизительно здесь, закрепим давайте сразу нить, так чтобы потом крепились дальнейшие элементы, которые будут формировать шею. Подхватили, закрепили пенку, как всегда один раз не сильно натягиваем, второй, третий, а потом уже начинаем подтягивать. Нить красную не убираем. Берем теперь нашу леску и хорошо продавим наше тело. Можно и не выполнять этой операции, учитывая то, что вот как в данном варианте у меня тело хорошо прилегает и вполне достаточно его для того, чтобы изготовить в дальнейшем мне спинку моего стримера. Поэтому, как говорится, если вам необходимо, можно спокойненько вот так просегментировать наше тело. Выберите сами для себя, допустим, шаг. Трех-четырех витков будет вполне достаточно. И нашу леску, поднимаем пенку, переводим к креплению колечка. Закрепим элементы и подготовим перо павлина. Подготовили перышки. Я закрепил вот такой пучочек вровень с нашим люрексом. Перо. И теперь берем слегка, разравнивая поверху нашего стримера, стримера крепим. Крепим первый раз. Подхватили. И теперь, как всегда, я уже рассказывал вам, переламываю. Закрепим еще раз. И опять последний раз перелавываем. И уже хорошо посмотрим так, чтобы у нас наши перышки лежали довольно-таки симпатично. Хорошей такой черепичкой. Закрепим перо. Бородки переполовиним. И изготовим здесь головку из этого остатков перьев. Закрепили еще. Вот это чисто от меня. Хотите делайте, хотите нет. Закрепил я флуоресцентного пера из скальпа. Нащипал вот с краешку. И сделал бородку. И красной нитью обозначил головку. Сейчас мы приклеим глазки. И наш стример будет готов к работе. Приклеили глазки. И как вы видите, вот такой вот немножко необычный стример готов к работе. Пробуйте с разными материалами. Как у вас выйдет, пишите. Благодарю вас за внимание. До скорых встреч.